Всем привет! В этом видео я продолжу рассказывать о ручном ковроплетении. В предыдущем видео я показывала, как натянуть нить основы на ковроткацкий станок. Когда мы закончим это делать, мы приступаем следующему этапу. Нам нужно будет отделить заднюю и переднюю нить основы. Ковровый узел у нас будет крепиться на двух нитях основы. Это правая, левая или передняя и задняя. Для этого нам понадобится вот такой ремезный вал или просто ремеска. Она должна быть подвижной. Устанавливаем ее прямо и с помощью вот таких простых ниток можно отделять правую и левую нить основы. Теперь все нечертные нити мы будем завязывать к нижним шурупам, а все четные нити к верхним шурупам. Первый узелочек я уже завязала. Сильно не натягиваем. Начинаем привязывать к нижнему шурупу. Так. Вот. Этого достаточно. Мы берем все нечетные нити. Сильно мы не тянем. Можно снова сюда же накрутить. Достаточно. Мы навязываем к нижней шурупы. Пятую. Также мы нить заводим. Сильно мы не натягиваем. Ничего мы не натягиваем. Аккуратненько все. Можно будет закрепить эти нити. Если здесь уже мало места крутить, то мы берем уже нижний шуруп следующий. И так далее. Все нечетные мы завяжем все здесь на нижних шурупах ремезного вала. А все четные, которые мы не завязали сейчас на верхние шурупы. Берем ту же самую простую ниточку. Завязали узел. Заводим ее. Ослабляем, чтобы у нас ничего не тянуло. Выравниваем ниточки. И снова завязываем здесь. Когда мы до конца все нити наши завяжем, то при повороте ремезного вала или ремески все нечетные нити будут выходить вперед, а четные оставаться сзади. А когда мы будем поворачивать ремеску вниз, то у нас выйдут вперед все четные. И так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова